Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Видео можете посмотреть у меня в телеграм-канале, допустим. Поехали, ребят, поехали, посмотрим. Сегодня как раз 10 лет, вы думаете, чапаки раздают как раз-таки за вот это вот, сего рода праздника. Го смотреть. Скажите там, по звуку норм-минорм. Войны выигрывают лишь те. Кто знает, уважай из противника. Победа или смерть. Для победы нужна стратегия. Ну, кто такой Томатос? Томатос с самого начала почти играл. Тут я могу тебе помочь. Снимет на отвече, я там на YouTube тоже. Только в поле и чистая сила. На запись стрима только звук, я тебя будет. Ну, в смысле, без звука, только картинка и ядом. Возможно, сейчас для кого-то будет прям ностальгия, то есть прям в 10-10 летием. Неплохо сыграно. Удачи всем. Как, привет, меня зовут Арслан. Ник Гадельед. Всем привет, меня зовут Олег. Меня зовут Рослава Тараблэйд. Привет, я Павел Хертерус, 31 годик. Всем привет, меня зовут Алексей. Ребята, все знаем. Тихо. Сейчас сделаем. Играю в Херстон, можно сказать, с самого начала. Погромче, сделаю, ребят, погромче. Мне поезда, я получил бету в Херстонах. Я уже играю в Херстон более 10 лет. Играю в Херстон уже с 2014 года, то есть почти сначала, да? Да, получается, в ХС играю 10 лет. Со второго дополнения у Адерного, Гоблины и Гном, по-моему, или как-то он так назывался. Я играю с 2014 года с бета-тестом. Играю я с самого начала Херстон с 2014 года, то есть все 10 лет. Прям как сироп. Спасибо тебе, Гоблина и Гоблина и Гоблина и Гоблина. Мне Херстон показал мой друг, который в него играл на протяжении там нескольких месяцев. Ребят, кто показал ему Херстон? Кто его друг? Может быть, больше. Ты все девчат. Время не уговаривал, говорю, да класс. Кто слава завела? Там, Близы, перевод. У друга был планшет старенький, и он у него установил Херстон. Это же друг показал мне. Я впервые на это посмотрел, такой, е-мое. Я посмотрел на эту игру, такой, подумал, не, это я играть точно не буду. Я в полете бы. Студия детства. Ну, знаешь, там, Варкрафт 3, World of Warcraft, Лич Кинг, там, Диабло, все дела. Вот эти вот движения. Да, Арсанда, Арсанда. Выпустил какую-то игру. И сверху, и снизу. Еще и платить не надо. А ты студент? То есть у нас, скорее всего, от анонса самих Blizzard, наверное, Каня, еще на Blizzconia, это анонс, я уже не помню. Почему ты игрешь на видео? То есть у нас от Blizzard. Соответственно, играл Вов, и так пошло, что играл, 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 а потом в Вове были награды. Нужно, можно было зайти в ХС и получить маунта. Через сколько-то времени, небольшого количества времени, я, ну, снова на ней наткнулся и решил вправо. Платить не надо, бесплатно играл. Вот это, когда помню, занимался осудительной деятельностью с голдой в Вове. ОСУЖДАЮ! Он поставил себе голды на ключ, купил у знакомого, с которым играл там Вов, и, соответственно, вот тогда и познакомился с ХС. Вот, смотри. Кстати, ребят, смотрите. Ой, сейчас, как быстренько. У всех стримеров, я не знаю, то ли, то есть животные, то ли еще что, у всех и микрофоны такие. У меня тоже, в том числе, там, наверное, не видно, особо на вебке. Ну, там тоже всякая шерсть, всякая гадость на микрофоне. Прям классика. Вот, смотри, игра топовая, и начал у нее показывать. И вот я помню, что он играл на паладине и жестко насасывал. Проигрывал одну за одной, и я не понимал прикола. Ну, то есть он проигрывает, проигрывает, такой, ну, смотри, как весело. Я говорю, нет, мне вообще не весело. Так, ну, она была такая напряжная игра, то есть можно было... Катки были относительно быстрые. Тогда еще бесплатные игры не были чем-то подозрительным. Стиль игры, геймплей нравился. И меня эта игра зацепила своей графикой диснеевской. Сам геймплей мне очень на тот момент нравился. То есть, ну, то есть... Это было провал. Там и первое впечатление от него были, это когда я зашел сначала на аккаунт брата, потому что ему давали, по-моему, бесплатно этот ключ. И у него я сыграл ему три арены, и три арены все заурюнил. И о чем мне попробовать, подумал я, и такой, окей, мне зашло, и зрителям зашло. А ладер так играл просто для души, на тот момент не стримил. Ну, в топ-100 частенько заходил по итогам сезона. В принципе, почти каждый месяц я брал либо там 100, либо там... Возможно, ребята, этот видишь, как сейчас прям на сайте словить. Какие-то топ-500, если играл мало. Я отчетливо помню, что были, знаешь, какая мне нужна сама мага, три архетипа. Агриколода, контроль-колода и мидринж-колода. В принципе, этот концерт, ну, не сразался, кроме как комбо-колоду, т.к. там и все такое. А сейчас ладер, ну, вроде как, людям нравится, но опять... Так оно было, кстати, еще прям много лет, правильно? То есть, был именно... То есть, всякие там зачистки-зачистки набирали, контроль-колоды. Нужно было пережить... Ну, то есть, ты хотел играть именно против агроколод. Агроколоды выставляют, выставляют, ну, сколько там карт, допустим, зоолог какой-нибудь. Вы все чистите, потом снова выставляет вторая партия, снова вычистите, и обычно ресурс заканчивается, и таким образом выиграли. Но душные были моменты, когда вы играете там на варе, контроль варе, допустим, и против вас тоже контроль вар. И там еще, мимо, помните, были в чате, там, например, Armor Up, Armor Up, и там все время этот Smile, Resident Clipper такой, Armor Up, Armor Up, Tank Up, потом, там, типа, улучшение обилки, Tank Up, и там все... Resident Clipper жаские. Раньше были турики, и каждый год мы смотрели, там, турниры, миллион долларов, Павел, там, и так далее. Все это было интересно, хайпово, и Владер хотел всегда, сейчас Владер не сильно развивает. Может быть, там и неплохое дополнение, но интереса в него играть у меня особого нет. Первую легенду, кстати, еще брал на Мехмаки. Ну, вот первую легенду, я до сих пор, у меня даже скриншот с колодой есть. У вас на чем была, кстати, первая легенда? Кто на чем первую легенду брал? Вот Пашина в Зоолоке брал, да, был, кстати, такой, через доумгвардов, да, через эти чуваки, они еще рывки получали. Ну, вот, просто зушка. Другую скидывал. Первую легенду я добивал точно... Сикрет паладина. ...в двух колодах, это был как раз... ...кто я такой, а не твое дело, да? ...вот с этим акционером, Лерой и Шаду Степ Лерой, и вторая колода... Пиратвары. ...ворот, с муроками, причем. Пиратвары, так, где глазасик еще влезал? Я, как сейчас, помню эту деку, то есть, ну, естественно, там... Агрохановичка удача, кстати, тоже у кого-то брал. Маг бюджетный, из базовых карт. Он мне его собрал, и через неделю я взял Лего этим мехмагом. То есть, если на нем не было доктора Бума, никаких легендарок, ничего, вот это чисто базовый камень. Вы не насадите, я сжат, говорят. Именно хендлоком взял свою первую легенду. Это прям как отличный пример того, как хендлок может быть максимально гибким. Я апнул как раз-таки к где-то апрелю 2014 года, когда прям Hearthstone вышел-вышел. Так, ну, это было круто, конечно, там рубашка, я помню, давалась легендарная. В целом, легенду взять было в подсчете, ну, то есть, это было не суперлегко. Блин, ну, эмоций от рубашки не было, от того, что взял, ну, были, по-моему, я просто не помню, у меня эмоции... Так, на самом деле, отсутствует чуть-чуть. Как бы странно не звучало. Особо прям эмоций, что прям вау дайстик не было, знаешь, как это глобал... А чё, подожди, а чё всем не было, а чё всем пофигу вообще? Ты легенду берут такие, да говно, первый раз легенду берут. Ребят, помните, как вы первый раз легенду брали? Я помню, что я радовался, я говорил, ничего себе, вот это прикольно. То есть, ты как-то шёл, я просто особо-то не старался вначале, я доходил где-то там в один месяц до шестого ранга, потом там тоже что-то сидел, сидел там, до второго поля ранга доходил, выше там, ну, не особо получалось, да, я, собственно, настолько много не играл. И потом момент, когда я взял легенду, такой, да, типа сюда, там ещё и рубашка давалась, ещё что-то. Страйки или 10 тысяч ММР в доте, я не особо разбираюсь в доте. Ну, и просто я задержался в этой игре, потому что у меня сильно начало в неё получаться. Ну, я с тех пор там брал легенду каждый сезон, уже и там деки какие-то крафтил, и какие-то там высокие места в ранге брал. Вот, мне это на чего нравится, нравится выигрывать и как-то продолжилось. То есть ты там доходишься к какой-то определённой точке, и дальше ты как будто каждый раз эту точку можешь вообще легко брать. То есть один раз легенда всегда легенда. Я легенда! Самые любимые колоды, ну, мне всегда нравилось хантом играть, пусть её назовёт дикой имбой и так далее, но она была приятной, это раза до каприз. Я помню, как я держал довольно долго там топ-1 на сало-престе, на тот момент вообще никто на нём не играл. Самая первая колода, не помню, по-моему, какой-то паладин был. Блин, ребят, вы можете вспомнить свою любимую колоду? Вот просто какую-то выбрать одну колоду из вообще всех, ну, то есть всех дополнений вот с самого начала. Вот, допустим, я думаю, много людей, кто играли прям, то есть, может, не с 14-го года, но где-то начинали, допустим, там, с 15-го, 16-го. Это всё равно огромный путь, здесь всё равно там 8 где-то лет, допустим. И у кого-то должна быть, наверное, одна дека прям вот прям любимая, из-за которой прям в Хардстоун хотел сыграть прям всё время такой ту-ту-ту-ту-ту. День и ночь сидели, возможно, даже. Как будто у меня было таких даже несколько дек. День и ночь паладина, что-то там на обычных картах. Почему паладин? Потому что у него трусили, у нас 4 маны, было имба-пушка. Вот, хотя начинал я с мага, смех мага. Да, раз в ДК был очень классный. Но потом я собрал ханта какого-то там, ну, я всегда... Кстати говоря, я ещё помню, раз в ДК, там прям нужно было исполнение правильное. То есть даже в Мирорах там чуваки побеждали. И, то есть у всех колоды одинаковые, но тут именно было важно уметь играть на этой деке. То есть важно было прям знать, что, где там выдержать, где-то спелл может быть за 10 копнуть, там ещё что-то. Ну, то есть там тоже прям скилл был важен. Чуть ли не пик Харсона как будто был. Медовые такие сборки делал. Самое любимое, ну, вар, патрон, там, вот такая... Ну, комбо-колода, да, комбо-колода, всё, там, труль-вар. Но в тот момент были очень распространены друиды. Я думаю, они с того момента прям в каждый сезон шли и шли, каждый раз друиды, друиды, друиды. За счёт того, что могли разгоняться очень быстро. Но на всё про всё им нужно было время. И как раз-таки я помню, я там засел и подумал, блин, а как же их наказывать? Как же... Ну, то есть, ладер просто выиграл как друида Стоун. И, собственно, я подумал, что салоприс хорошо подойдёт тем, что можно будет быстренько где-то к четвёртому-пятому ходу кристаллу игру, в принципе, заканчивать. Не давая друиды вообще никакого шанса. Тот, кто повергнет ужасных чудовищ, получит в награду гору сокровищ. Я помню точно, что это был большой мем, который чуть ли не 10 лет подряд, когда выходит новое дополнение, люди пишут... Легендарная колода Лены Головача Друи 4 Туза? Это была... Серёги Дека? Разве? Я просто помню, была такая 4 Туза. 4 Туза называлась почему? Потому что там, по-моему, были за 10 маны, да, чуваки? Там Смертокрыл был, что-то ещё было прям... Огромные драконы статовые. Я назывался по этому 4 Туза. Серьёзно, вы... Я Серёгу придумал? Добыть и может. Nux out. Ну, типа, Nux вышел, ого. Потому что все тогда ждали дополнения, Nux армация. И, ого, Nux вышел. Дальше, когда было каждый год там новое дополнение, все говорили, всё равно Nux вышел. Ну, то есть, это было уже в качестве мема. Да, получается, я начал играть в Hearthstone плотно в апреле. И в июле уже вышло следующее дополнение. И для меня это было неожиданностью, потому что за кое играешь, блин, компьютерная игра. И тут прям крупно изменяют прям весь концепт. Что в ней хранится? Кто в ней таится? Вражные яды! Зомби во мраке! Сами битвы с МПЦ, с боссами, с механиками. Это интересно, приятно. Очень много большой онлайн был у Харстоуна, когда вышли Рыцари Смерти. У каждого героя свои. И вот тогда были самые классные деки, но мне очень сильно нравились. Это был Хрипхант, это был Кубалок, Хендлок тогда классно играл. И вот я играл только чернокнижникам или только охотникам. И в принципе, это мое любимое время в ХС, я тогда много играл, действительно. И самые, наверное, высокие места брал, там, типа, топ-20, топ-30 Европы. Мне точно помню, что в моменте мне понравились Кабуты и Катакомбы. Витя Фаганёк, пускайся на утёк, бросай свою добычу и... Тогда дополнения были приключением. Не просто ты купил карты и всё такое, а тебе нужно было проходить контент, ты должен был победить босса. Я помню, что когда вышли Рыцари Ледяного Трона, по-моему, там была ачивка победить Короля Лича на всех героях. И вот это прям, блин, я уделил этому внимание... Кто помнит, что давали, когда вы Короля Лича побеждали? Я с беты играю, у меня есть две деки, которыми я играю для дейликов. Это дрыжа шаманы ДХ, рога с замешиванием 100500 бесконечных нзотов себе в колоду через два заклинания за один маны. Это разве сильно? Звучит сейчас не особо сильно, без кэш нзотов. Как будто там много сейчас... Что-то сейчас жёстких колод, которые могут выиграть. Да, артасы давали, ребят. Скин артасы давали, который такой... То есть нужно было на каждом герое победить Короля Лича. Он там призвал армию нежити. И она тебя там шотала, чуть ли не заход, не за два. Мне нравилось приключение там, где они добавили... Не секреты, а загадки. Вот это не помню точно. То есть Boomsday проект, то есть ещё что-то. То есть не помню точно, где. Короче, там, где они добавили загадки. И там было, нужно было... Вот тебе стоит два борда. Слушайте, я не помню. Это, случайно, не там, где там были ещё шахматы время от времени? Якобы шахматы назывались. Здесь, по факту, немножко не шахматы. То есть там просто шахматы порядка стояли фигуры, и нужно было что-то такое решать. Это оно было. Нужно сыграть какие-то несколько карт, или правильно потредиться, чтобы там выиграть ещё что-то. Вот загадками. Загадками точно было очень интересная штука. Не шахматин-диви были. Лично для меня, я вот думал, какое дополнение мне запомнилось. Это был выход кратера Ангора. Ну что, все готовы? Начинаем экспедицию. Ангора прям для арены Блокайхова. Шахматы Бекаржане понял. Да, был выход Лиги Исследователей. Да, было супер-мега популярно с древними богами, Ктуны и всё такое. Но вот прям жёстко я кайфанул, когда вышли именно Ангора. Появилась именно тогда лютейшая прикольная синергия с элементалями. Прикольные адаптации, по-моему, у Шамана. Очень много ты мог рандомить весёлых карт, легендарок на арене. Потому что я тогда прям супер-плотно уже пересел на аренке. Насчёт БГ я отлично помню, когда он появился. Для того, чтобы нужно было вначале играть первой недели, нужно было покупать ещё и дополнение. Давай ещё глянем мультики по выходу новых допов. Я из принципа просто деньги не заливал. Мультики по выходу новых допов? Не, 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 не стоит. Всё, конечно, не стоит. Для меня это была тупо бесплатная игра. Когда плагиат ездил в Калифорнию, Blizzard позвали, тогда было жёсткое соединение комьюнити с... О, подождите, кто там был? Кто там был? Секунду, а кто там был? Это Киблер, да? Это Трамп, а это Алекс Траза, по-моему. ...соединение комьюнити с инфлюенсерами, да? Там в закрытом показе показали поля сражений, когда их ещё не было даже в поле. Это был 2019 год, и я тогда с родителями уехал на море, и где-то во второй части, когда мы были уже там, отдыхали, я узнал про BGM, и у меня был с собой ноут, и я играл прям там, попробовал, типа, посмотрел, и, по-моему, даже тогда... Я смотрел этих чуваков на YouTube, я помню. Написал, типа, что мне очень понравилось, как приеду, буду стримить. По-моему, я поиграл буквально 5-10 каток. Я такой, ну, не знаю, что-то непонятное. Неделю не играл, потом поиграю ещё, и мне понравилось. То есть примерно так это было. Я увидел поля сражений, когда им уже был где-то год. И я увидел их на стриме, по-моему, Влада Сильвернейма. Я увидел новый режим, и я вообще ничего не понял. Я у штана смотрел тот момент, потому что я арену тогда играл, и как вышла БГ, я штан, я помню, я пошёл играть. БГ именно я у него смотрел. Вот, потом через неделю он стал доступен для всех, ну, я тогда пошёл врываться, собственно, и мне зашло на стойку. Я помню, как только вышла, кстати, штан прям вообще жёстко разорвал. Он там ещё не сразу, помню, взлетел, и в первой неделе там... Там крип был жёстким, кстати. Да, кстати, крип был жёстким. То есть сейчас это, конечно, звучит так себе, я просто помню, там буквально даже пару лет назад крип касается тем, что чувак вообще там, то ли на 4 кассе сидит, то ли, не знаю, то ли на сколько. Карта, в принципе, не знает, как работает, но на момент выхода крип играл... Там ему просто давали ещё, перед тем, как для всех вышло вот это вот, то есть нужно было что-то где-то заплатить, что-то купить при заказ, чтобы можно было первой неделе играть БГ. И до этой первой недели БГ ещё там каким-то чувакам давался доступ, то есть в том числе и как раз крипу. Вот, и крип играл до этого, а потом, когда вышел, уже жёстко тоже тащил. Ну, штамм, конечно, лучше тащил. Так что я, ну, просто подумал, не, не хочу играть аренду больше, теперь хочу в это играть, буду БГ играть. Ну, и в свой момент я просто фулл-тайм с тиммером БГ, читаю. Вышли поля сражений, и когда я это увидел, я такой, господи, это наконец-то, типа, что-то новое, так скажем, да? А тут все в равных условиях, четыре героя тогда покупались за голду, это было не проблема для тех, кто раньше много играл. Вот, и всё, и все в равных условиях, ты играешь такой pay to win отсутствовал, как таковой. Режим мне показался более гибкий, более скиллозависимый. Поля сражений сделал чуть ли не один человек. Сделал этот режим, поэтому вначале было так много ба... Это правда? Багарель сделал один человек? Это правда? Как будто впервые про это слышу. Кто-то один засел и такой, типа, а что я сейчас на коленке так напишу и быстренько сделал такой, пошел. Типа, это правда? Серьезно? Да, это был я. Серьезно? Ну, в принципе, и сейчас, ну ладно, это другая история. А почему именно этот режим зашел? Чего там куча карты? Типа, потому что люди любят крутить, не знаю, ролять, вот... Это же, это работает реально как... Ну, SilverName в трансляциях это обсуждал, то, что реально работает, как будто казино крутишь. Это, это, грубо говоря. Это бесплатно, и тебе не нужны никакие карты, тебе ничего не надо. Все изначально условно в равных условиях. Ну, ладно. Это просто авточессы, да. На самом деле было много клонов, то есть самое популярное было на тот момент, и это именно авточесс, вообще как БГ появился, как появились подобные карты. То есть там было авточесс, потом там всякие Дота, Underlords, появилось там еще Teamfight Tactics, но по факту они начали все как-то угасать, и как-то именно БГ держался больше всех на полу. Он был самый из них популярный, самый из того, что... Ну, то есть, кто сейчас вообще играет Дота авточесс? По-моему, особо никто не играет. Вот. БГ как раз держался, и я думаю, в основном держится за счет элемента вот этого рандома. То есть там везде как-то уже рандом как-то менее отходит. ТФТ, я знаю, что уже поменяли, но момент, когда я играл, то есть я там доходил до мастера, что-то такое, и там нужно было только собираешь ассасинов, то есть всякие там ренгары, что-то еще. Собираешь ассасинов в любой ситуации, то есть инкам держишь на 50, если можно, собираешь ассасинов, ты молодец, ты классный. Больше тебе ничего не нужно было знать про игру. В БГ как-то деньги ограничены, то есть надо что-то с умом делать, и именно элемент рандома. ТФТ живой. ТФТ сейчас, я уверен, там много чего поменяли, они там огромные, это изменение, я думаю, что ТФТ сейчас много играет, ТФТ классная. Но просто говорю, на момент, когда я играл, а когда я играл, это было только-только выход ТФТ. Сейчас я не знаю, сколько он хорош. Что для просмотра, что для игры, что для киберспорта, в кавычках, который, конечно же, отсутствует, потому что близом насрать. Почему он лучше ладера, постоянно мне задают вопросы, почему типа так-так. И самое главное отличие, то что в ладере вы играете один на один, вы играете постоянно одними и теми же колодами. То есть вы, грубо говоря, играете камень, ножица, бумага. А в БГ есть 8 игроков. 8 игроков, у тебя просто поле вот этого для мнимого какого-то скилла, для каких-то разыгровок, оно увеличивается. Карты, которые поудаляли, которым я скучаю в БГ. Не то, чтобы по какой-то карте прям сильно скучаю. Так что дирижера Кадгара не хватает ради переобувок или пиратской экзодии. Скучаю по Сидому, красивому волшебнику. И старики-товерные, зовут его Кадгар. Болвар Фор Драгон. Не, ну мне Болвар. Можно ли найти видос где-то, Варен, играешь и Ранкет? Возможно, там где-то на аккаунте, может, как он в старом. На ютубе может быть сохранен, но он тоже не уверен. Там как-то еще на названии будет что-то. Аренки с миллионами винрейтом, я помню. Это было лет 5 назад. Или что такое? Понравился. Просто мне нравилось там его через Аргуса затаунтить, как-то раскачать. Болвар, как будто четвертый, наверное, был. По маленьким милам, котикам и мурокам, которые призываются по токенам, мурокам 2.1 и котикам 1.1. Кадгара хотел бы токены. Слушай, ну, у токенов как раз две стороны медали есть. То, что с Кадгаром были крутые раскрутки, камбэки, раскопки, да. В то же время нахождение токена на первый ход было имбой. То есть, если сейчас находишь капельку, это, ну, как бы очень сильно, но не так сильно, как токен. Вот, поэтому... Кадгар это вообще самая первая карта, который БГ как-то начал... То есть, из топорного БГ выходил во что-то еще. То есть, как-то вы карты собирали, собирали. И тут именно с Кадгаром кто-то там обнаружил, что можно жестко переобуваться. То у тебя там идут котики, вы в итоге много трепетов собираете, трепетов с тех мурлоков собираете, то есть, вы играете именно 2-1 мурлока. Куча мурлоков у вас чмошных, которые там 2-2 становятся с триплета, именно кусочки под Кадгаром. Собираете триплет в мегазавра, а потом мегазавра все накрываете и лутаете все баблы, яды, за счет этого вы победили. Но это была первая реальная механика именно за счет Кадгара, за счет этого всего, то есть там брана, да, где можно было как-то, ну, именно стол перебывать. До этого какой стол у вас шел, с таким столом вы примерно играли до конца игры. То есть, нигде ничего не перебывали, если находили что-то вроде рыцаря, там, элэфа, это был ваш лучший скейлинг, лучше вы поймать не могли, нашел его на ход раньше, чел нашел на ход позже, и тот чел, который нашел на ход позже, скорее всего, тебе проиграет. В итоге, ему сутов не хватит. Наверное, нет. А Кадгара, да. Очень много, на протяжении всего, Хардсона было, супер много карт. Наверное, самые запоминающиеся это для меня лично, Обертин Зерус. Это вот прям та самая суть Хардсона. Ты берешь карту Лучше бы вместо Греты реально Зерусы вернули, кстати. Сейчас вот реально вернули бы Зерусы, наверное, было бы веселее. Я бы на Афке реально играл. Было бы прикольнее. И пока она у тебя в руке, она... Ну, реально, прям сейчас он просто вернулся. В совершенно любую карту из Хардсона БГ. Но в целом, Хардсона меняется, и старые карты, они не особо нужны сейчас. Ну, то есть, допустим, сейчас столы, которые на восьмой ход собирают, они раньше топ-1 безоговорочные брали. Поля сражений настолько изменились, что сейчас ты можешь увидеть на столе у противника на восьмой ход там 150 статов, три карты. А раньше это на 16-й ход выигрывало. Карты каждый раз становятся только лучше. То есть, пачек все это делает. Говорят некоторые, конечно, вау, там, сейчас, конечно, БГ там скатился, может быть, тот скажет, мне сейчас не нравится играть БГ, вот до этого, там, не знаю, 3-4 сила назад было здорово. На самом деле, сейчас вернуть в это 3-4 сила назад это просто будет полное говно. Урок 2.1 наша сила. Получается. Но, как будто и Хэра прошла и пусть покоится в наших теплых воспоминаниях. Стали ли лучше поля сражений за 5 лет? Они точно не стоят на месте, они точно развиваются. Может быть, это такое развитие в сторону немножко, то есть и не вверх, и не вниз. Точно развивается, меняется, разнообразие добавляется. Я не могу сказать, что он прямо стал лучше, потому что как будто это та же ловушка, ловушка, как у нас. А еще все так завалировно говорят, что это говно, патчи, говна, все говно, ничего лучше не делается, близзы, ничего не улучшает. Один я, по-моему, похватил, все говорят, ну как бы растет, прям очень завалированно. Слава говорит, ну я бы не сказал, что улучшается или ухудшается, ну как-то в сторону идет, как бы, ну улучшений никаких нет, ну как бы, в ладоре раньше ты пытался что-то отыгрывать, а сейчас тебе там на третий ход выкидывают фигуру 2020. То же самое сейчас можно встретить на полях сражений. Стали ли полях сражений лучше за пять лет? В каком-то же смысле да, в каком-то смысле нет. Для игрока, который веселится, а не задрочит ранг циферки, определенно да. Много новых опций, наверное, добавляется. Вот просто интересных механик такого не было на старте. Может быть, это не очень хорошо, что поднялся порог вхождения, как мне кажется, и сейчас новичку разобраться в БГ достаточно сложно. Да когда вышли свинобразы, многие путались с шардами. Сейчас шарды это смешно, сейчас много других механик. Конечно, там еще планируют добавить режим, ну когда ребята могут дуо, да, играть. Камень недавно. Вообще будет сказка, можно турниры командные проводить, будет по полям сражения адекватные. Да, намного на голову стали лучше, адаптировали анимации, добавили много играбельных всяких синергий. Вот! В моменте самых крутых, там опять же речь очень сильно о аномалии, потому что считаю, что это вообще вот, это пик геймдизайна БГ. И я очень надеюсь, что они во-первых вернутся, и возможно даже останутся в игре. Вот именно в корр правиле игре, то есть каждое лобби будет с аномалией. Перестали быть шахматы, появилось много вариаций веселья, заклинания, квесты, задачи, аномалии. Вот моя любимая, кстати, момент, именно с аномалиями. Каждая карта уникальная у тебя, вдвойне. Поэтому по поводу хуже-лучше играть стало интереснее, потому что есть много сложных ходов. Играть стало неинтереснее, потому что иногда у оппонентов так много сложных ходов, что они тебя просто выкидывают с игры. Мета меняется чуть ли не каждую неделю, но новичкам соболезную. Соболезную плюс сочувствую. И вот у нас с предыдущего патча как ввели заклинания, два месяца прошло и казалось бы поднадоели заклинания, а тут бац вам, и мы возвращаем квесты. И как бы еще можно поиграть два месяца, а потом уже два месяца пройдет, кардинальная игра снова поменяется. Но смотрибельно, она скидала на валевом материал, она, да, но стал ли она рандомнее, тоже, да. Киберспорта просто банально было больше. Там было много точек квалификаций. Подождите. Это не турик, где там Влад еще взял по-моему, второе что ли место? Какой-то прям большой турик. Я помню, Залая, кстати, стримил, у него был колокольчик, он там что-то этот, чаще там что-то ему писали, то ли какие-то подсказки, то ли еще что-нибудь, и он там колокольчик делал. Банально было больше. Там было много точек квалификаций. Можно было через герои таверны пройти плей-оффы. И все же, однако, киберспорт это не совсем провисели, это тот же спорт, тренировки, подготовки, просчитывание максимум возможностей. И киберспорт в Хардстоуне это сугубо мое личное мнение, отличная реклама игры. Куда-то они не в ту степь идут, к сожалению. Скорее всего, на турниры просто им жалко выделять денег, потому что не дают ответного дохода. Да, кстати, ребят, насчет киберспорта, тоже задаются вопросом, почему в БГ нет сейчас киберспорта? Был, короче, момент, когда, то есть, там на Китае все было хорошо у Blizzard, потом что-то они не поделили, в итоге Китай сказал, ну, короче, до свидания, нам не нужны ваши услуги. Расскажи подробнее про то, где найти твои арены или ранкет. Я говорю, я не знаю точно, где найти, возможно, можно как-то на Ютубе поискать, как-то аренки с миллионами на рейт, можно найти, может быть, что-то найдется, я не уверен, я просто предполагаю. Может, сохранились, может, как-то нет. Вот, и именно вот с Китая, короче, денег стало меньше, поэтому раньше, если лобби Лежда проводился каждый месяц, сколько вы помните, то есть нужно было проходить топ-16, нужно было, кстати, он, наверное, сейчас проскажет, топ-16, чтобы было проходить, чтобы потом нужно было играть вот этот вот, отборочные, но зато каждый месяц шли какие-то призовые, то есть люди хотя бы хотели играть, потом как-то стало меньше денежек, вот, и близок с Китаем. Это никак связана ситуация с Китаем, но мы сейчас будем делать турниры раз в три месяца, тоже проходите, тоже старайтесь. Я, кстати говоря, прошел, я помню, я еще играл, то есть там сезон что-то закончился, это было где-то 16 января или типа того, то есть там полмесяца прошло, или там может даже больше еще проходило, чтобы попасть в топ-16, нужно было прям жестко играть, потому что там все жестко играли. Я стримил, играл, я после стрима играл, я просыпался, перед стримом играл, что потом на стриме играть, что после стрима играть, короче, я играл, не здоровая фигня, но я играл и играл тогда в хэс. Я попал, да, попал, я вообще, Ну, то есть, по лидерборду, само собой Когда много играешь, там, и норм играешь То ты будешь повышаться, будешь в топах сидеть Это понятное дело Попал я на турик по итогу, который Там что-то где-то отыграл Там, кстати, не было отборочных, в этом плане хорошо То есть, там сразу финал шел В финале я тоже отыграл, и я понял, что мне Точнее, как помню, мне до сих пор не оплатил Blizzard участие в турике Да, и я тоже Подзабил и решил тоже не играть дальше Вот, теперь даже таких туриков нет, даже раз в 3 месяца Нет, то есть, денешься в 3 месяца И как бы Какое еще что-то? Не очень динамичная картинка Для самой трансляции и для комментирования В итоге То есть, как будто бы Чего-то не хватает Для трансляции Это такая сложная в итоге Визуальная штука Очень заплатили, были проблемы с переводом Именно в Россию по деньгам И они сначала там что-то пробуйте так, пробуйте так Иди в жепу В себе оставим Штука, что только Хардстоунер, допустим, смогут за этим смотреть Ну, понимающие люди Ну, очевидно, им неинтересно это Они считают, что это финансово невыгодно Все, в принципе, в игровой индустрии делается ради бабок Значит, они считают, что это просто невыгодно Мне нравилось, когда было 11 турниров по БГ, пусть они были небольшие Но, грубо говоря, для того, чтобы попасть на вот этот небольшой турнир Лаби Легенд Достаточно было быть в топ-16 Топ-16 по рейтингу в конце месяца Это хотя бы что-то То, что они изменили и сейчас до этого Это раньше было 11-12 турниров Сейчас 3 И для того, чтобы попасть, нужно 3 месяца подряд быть в топ-5 в идеале Я считаю, что это должна быть лига Лига должна быть на, ну, хорошую дистанцию То есть, что сейчас есть Это есть один турнир, раз в 3 месяца Чтобы на него попасть, тебе нужно играть 3 месяца По 10 часов Чтобы бороться за приз в 10 тысяч долларов Который спредится на 16 человек Может быть, если бы они сделали какой-то хайповый турнир И у Хардстоуна бы онлайн X2 сразу пошел Вот, но... Я думаю, что просто считают, что это невыгодно и это не нужно Грубо говоря, ты играешь Ну, это по-такому, на самом деле Было бы больше турниров, я думаю, больше бы и чего выиграло То есть, было бы сложнее играть в ладдере в целом Потому что, ну, чуваки бы старались сражаться друг с другом Я думаю, сейчас это тоже многие, допустим, сият и не смотрят в Харстон Он думает, нафига мне играть Вот были бы какие-то призовые, возможно бы кто-то сейчас из чата бы Уже врывался, уже был бы жесткий, там, не знаю Говорит, и я этот топ-1 вчера взял, там, и того, этот... И того обыграл, и другого обыграл, то есть, всех обыграл То есть, была бы хотя бы какая-то мотивация все это делать Сейчас обычному работяге, который, как бы, не стримит ХС Играть прям очень жестко ХС, прям день и ночь Ну, смысла, как бы, теперь уже нет Работаешь, в кавычках, по 10 часов в день Для того, чтобы забрать потенциально, там, 2000 долларов То есть, это даже меньше средней зарплаты Очевидно, это, как бы, не так должно быть Это должна быть лига, это должно быть освещено, хорошо освещено Посмотрите турниры Близзов, они не могут, ну, сделать 60 FPS картинку И Full HD картинку на своих турнирах По ладуру, которых на ютубе смотрят полторы тысячи человек У которых призовой миллион долларов То есть, это просто чистый распил денег И то, что люди приезжали Там в точке отбирались И Hearthstone из планшета или из компа Он вырывался в реальную жизнь, да, вот, когда все собирались Тогда вот был какой-то хайп, был какой-то вайп Сейчас этого нет Ну, конечно, сейчас как-то никому не интересно Вот, я проводил недавно турнир свой Мне зритель дал призовой фонд, миллион рублей И я сам вложился в организацию, нашел людей, нашел студию Мы провели турнир, это был самый успешный турнир За все время вообще существования БГ Зная, как International или Majora по Counter-Strike способствует Я помню, на Татурике там, по-моему, каждый раз этот Скинка там офигенно отыграл И что-то его никто не хвалил Там его просто что-то писали Матик Скин, что-то такое Каждый раз, когда его вообще в кадр просто показывали И вот стал Ну, он жесткий хорал там ловил, хорошо отыграл Притоку или удержанию людей Это нормальный ход было бы сделать Движение в сторону киберспорту Комментарии Комментарии позвали на тот турик, который был от Лады Про который он сейчас говорил Там позвали Росика и Серега Ловача На самом деле было забавно То есть, те чилов, которые пришли реально посмотреть турик Прям, ну, набраться такие Так, хорошо комментируем, посмотреть там Чтобы объясняли, понимали Было как-то, ну, немножко, наверное, не то Но я и так понимал, что происходит на экранах Поэтому мне было ржачно Мне зашло вот это все дело Но чилы, которые пришли чисто такие Блин, я вот давно в ХС не играл Смотрю, тут турнир какой-то происходит Хочу посмотреть Сейчас объясняйте мне В итоге Росик там вообще в ХС не играет И такие, а что тут происходит вообще? Кто это? Что там? То есть, там было Довольно ржачно Ну, я, кстати, помню Потом там Кейк отлетел То есть, сначала играл в турики Потом он отлетел Ну, потому что там, замету, не знал То есть, он 3 на 3 шел Это была ошибка Если бы он 3 на 3 не шел Он, кстати, нормально бы миссан, наверное, занимал Вот И он пошел Сел за это За комментирование И что-что Вот, окей-ка, понимание Прям, ну, хорошая игра То есть, стало прям хорошо Именно Ну, именно понимать, что вообще происходит Что То есть, хорошо объяснял Однако Харстони Это второй стул Стул За взродство Страдания и горения пятой точки То есть, ты прикинь, ты старался Вот Арслан Гардемид Он же, наверное, тоже в этом видео будет Вот, можете спросить Вы можете спросить у него Он играл Их фигурс Тоже там был Одни из лучших игроков По ПТСам и в целом Ко-кому Они играли Попадали в этот рейтинг Проходили Я тоже туда попадал Ты играешь 3 игры Тебя просто переезжают Ты вылетаешь Все, у тебя нет никакого Ни аута, ни второго раунда Ничего Ты три игры проиграл Все А первый стул Это как раз-таки Стул веселья Да, кстати, было видно Когда тоже проходишь Реальный целый месяц Там сидишь Занимаешь места какие-то Ну, то есть Сидишь там в топе Потом играешь отборочные Там реально отборочные Три игры И там реально Подбрасывание монетки Просто сейчас Если мета С квестами С этим всем Как-то еще можно Чуть более скиллозависимое сделать Хотя это тоже На самом деле полнейший рандом Там как будто Рандомным было еще В разы больше Прям сложнее было Играть стабильно Стабильно там Высокие места занимаются Реально было тяжело Компьютерные игры Игра про дистанцию Три игры смешного Да-да-да-да Вот я продолжу И получается Присаживаясь на стул Киберспорта Ты жертвуешь весельем Для обычных работяг Большинство И как бы Тебе не стоит кусать Кормящую руку Но киберспорту Все же хочется Когда были встречи И во время плей-оффов Реально все собирались Ну там У нас Кафешки В других местах И Это дарило Дополнительные эмоции Сплочало комьюнити Появлялись Как раз таки зрители Слушай Ну что Харсон дал За 10 лет Можно на самом деле Целую триаду Наверное писать Ну я Харсон На самом деле Очень благодарен Если сейчас Я часто отношусь К игре с ненавистью Ну я в нее переиграл Откровенно говоря В ней много времени провожу Вот Но я всегда На холодный рассудок Понимаю Что Харсон Мне дал очень много Наверное Немного помог С мышлением Из безвыходной ситуации Не бывает Не бывает безвыходных ситуаций Можно перевернуть игру Ну это так Делать философски Полушутку Вот Помог найти Некоторые связи Друзей Естественно Ни для кого не секрет Что лично для меня Эта игра изменила мою жизнь Изменила мою деятельность Там Улучшила жизнь И так далее И так далее По поводу Нервовых снарывов Слушай Ну это лично моя проблема Что у меня какие-то были снарывы То что у меня были Какие-то там рейджи В целом Почему мой стрим Отчасти стал популярным Из-за того что я там рейджил И так далее Это не наигранные эмоции Это просто Мое отношение к игре Ну Я рад В принципе Что Харстоун вышел Учитывая что я Как бы мейнстример По Харстоуну Я вообще столько в него играю Мне это как бы интересно Мне это было интересно играть Почитывая Ну раз этим занимаюсь Мне сейчас это интересно Мне этого я думаю Который зарегализуешь Когда Классно 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 Ребята заходят И Просто Ну Хорошо провожу время Классно Ребята Классно Ребята Коти чати Коплю Плюс Чат Пожалуйста Плохого Плюс Чат Классные Ребята Мне не нравится То что Близы Все Заблокировали Ну вообще реально здорово На самом-то деле Респект Много Ублоков Заходят Много Мышные Классные Там Просто сорваться И сказать Типа Такое дружное комьюнити Ну не то что Уничтожайте Все Понимаем Поначалу До толка Я начал стримить Это просто Времяпрепровождения Которое Не то чтобы Что-то необычное Потому что В любой игре Можно провести Хорошо время Практически в любой Там Не сказать Что много друзей Нашел Когда в Харстоун Просто играл Нет Харстоун Мне не дал Ни друзей Ничего Вот Но именно то что Я начал стримить Именно эту игру У Харстоуна Отличная комьюнити Очень открытая Запоминающиеся моменты Честно Сложно сказать Потому что Для меня Каждый момент Запоминающийся Я Только ради этого Играю И У меня Больше тысячи Видео По Запоминающимся моментам Из Харсона И Превращение В обнародную Сломать Игру Так Чтобы Статы Обнулялись Превращение Противников Джараксуса Рофлы Над Королем Лечом Разные Не дал Ничего Само собой Мы Все Люди Которые Видео Находят Все Тратили Десятилетие На Харстоун Еще бы Никто Никто Не скажет Что Мне Хест Ничего Не дал Я вообще Жалею Как бы Никто Не скажет Само собой Колоды Супер Рандомные Моменты Из арены Выход БГ И так далее В остальном Харстоун Мне подарил Много Классных Эмоций Много Классных Встреч У меня Куча друзей Именно Из Харстоуновской Писовки Иногда Хочется Зайти И получить Эту дозу Давай Вывали На меня Миллион Миллион Существо А может Быть И я На тебя Вывалю Миллион Миллион Посмотрим У кого Больше Я очень Благодарен Харстоуну Что Он дал Мне Аудиторию Первую Как минимум Вот Меня приняли В семью Карточная Сейчас Я получаю От него Все равно До сих пор Эмоции Сейчас Меня приняли В семью Тупор Все живут Что-то там Делают Сейчас Я получаю От него Все равно До сих пор Переход Из меня Принято То есть Тоже Наверное Не те Что были Раньше Но Все равно И Негативные Эмоции И Также Радуюсь Победам Как И там Не знаю Пять лет Назад Поэтому Я рад Что Игре Уже Десять лет Надеюсь Что Ей Будет И 15 Отметим И 20 И 30 И Сулит Еще Много Много Лет Существования Я думаю До 20 День рождения Харстона Мы точно Отметим Я Очень Надеюсь Что Будут Делать Игры Технически Хорошо Сделанные И С любовью Ну Это Просто Надежда Как бы Да Так и Есть Харстон Нет Я Часть Моей Жития Это Все Для меня Сплошная Эмоция Для меня Харстон Равно Эмоции И Кстати Ребята А как вы думаете Сколько Харстона Реально Люди Сейчас Говорят Ну Видеожки Что Там И 20 И 30 Лет Еще Будет Харст Жить И Все Будет Нормальным Как вы думаете Ваши Предикшены Сколько Еще Харстон Осталось То есть Десятилетие Отметили Будет ли Отмечаться Двадцатилетие Недель Еще Ну Вот Прогиньте Все Да Сейчас Там Еще Будет А Через Недель Уж Никто Играть Не Будет Я Думаю Этим Все И Сказано Эрдстоун Это Эмоции Так Ну Ладно Посмотрели Как Орет Видюшка Можете Оценить Тоже По Десятибальной Шкале Можете Зайти Собственно Давайте Я вам Ссылку Кину На это Все Это Дело Ну Как Тебе Катка Если Понравилось Оставляй Комментарии Пока Пока